всем большой привет огромный привет всем добро пожаловать на канал сегодня у нас будет обзор барахла который я нашла на свалке барахолки и плюс вчера в субботу мы ездили на марка island это такой небольшой остров возле на и полз на других на другой стороне флориды и там и заезжали в 3 в 100 где почти что все за 3 доллара то есть все что я набрала там это все было за 3 доллара набрала там 10 вещей сегодня я хочу вам показать все из этого секонд-хенда и плюс все то что я нашла сегодня на свалке барахолки если вам интересно посмотреть что же я нашла то оставайтесь со мной и мы начинаем первое что я вам хочу показать и нашла вот такой вот абсолютно новый кошелечек от фирмы коуч мужская такая для карт да здесь немножко поцарапана то что на лежала в пене конечно там что-то сверху немножко видеть поцарапана здесь немножко поцарапана здесь но он абсолютно новый можете посмотреть на фидах до сих пор даже карточка есть почему это карт холдер называется кожаный такой вот мужской коричневый карт холдер это вещь из магазина который мы были вчера 3 в 100 и марка и он нашла футболку женскую от фирмы мэйтвилл размер лач такая простая белая футболочка но сбоку у вас есть вот такие вот небольшие элементы что делают эту футболочку особенной такой приятный легкий материал далее следующая вещь которую я вчера нашла в этом магазине это такая футболка эта фирма для гольф там было две такие футболки вторую я не взяла потому что было пятно я взяла одну она абсолютно как новая я не удивлюсь что вообще новая фирма называется фаервой and green я загуглил эту фирму это достаточно не дешевая фирма которая подает одежду и всякое разное для гольфа это женская линия и такая новая футболка стоит что ли 128 долларов из меня не изменяет память я заплатила за нее 3 доллара это размер ваш ну и примерно долларов за 35 наверное я буду пробовать ее продавать так это платье от фирмы лаки бренд размер экстра лач также из этого магазина она если мы его один из так плана чуть ниже колена но она не прямо вполне длинная карманов у вас нету и сзади у вас вот так вот завязывается тем самым можете контролировать сделать немножко поуже если хотите такое платье планирую продать долларов за 25 это w5 от антропологи также из этого магазина за 3 доллара и ее долларов за 15 я хочу пробовать продавать нашла от фирму free people размер медиум такая вот футболочка ну как всегда сприс при спирте free people несмотря на то что она размер медиум она похожа для меня как выглядит на 2 экстра лач я ее планирую выставить долларов за 20 возможно за 25 еще одна футболка от фирмы мэйдвилл это размер уже двойной экстра лач футболки такие мэйдвилл я планирую продавать примерно за 18 22 где-то в этих размерах еще одна вещь из того же магазина это fresh produce написано one size она такая огромная она выглядит как знаете 2 экстра лач так же но написано one size это значит что любой может принципе ее одеть и носить такую вещь я планирую продать тоже примерно долларов за 20 наверное здесь у вас есть такой карманчик и сзади вот таким вот образом это выглядит так дальше сейчас мы с вами переходим вещи которые вам будут показывать это уже сегодняшнего захода на свалку барахолку вот такая вот стопроцентный лен это думаю женская рукава у вас 3 4 они не длинные не короткие размер сайзера написано chico's design chico's design стопроцентный лен зеро это у них тоже это оверсайз наверное это экстра лач зеро считается точно не знаю нужно будет посмотреть от chico's их размеры я взяла потому что тоже хороший это качественный лен далее вот такая вот замечательная стоп женский от фирмы обе кромби антеч размер медиум сзади у вас вот такая ведь полосочка идет на спине получается открытая спина с такой полосочкой и также какие-то вот завязочка вижу по бокам тоже можно как-то утянуть затянуть утянуть красиво такая приятная и тоже долларов 15-20 такая думаю будет хорошо податься а бен кромби лимфич мне нравится экспресс женский кардиган вот с такой вот замечательной вышивкой рукавчики у вас какие сделаны это размер смола вот называется фирма я уже ее много раз подбирала вы уже знаете также рукава здесь видите каким образом сделаны такой продавать я буду долларов за 20 25 очередная вещь от фирмы обе кромби антеч размер смол это мужская я думаю да скорее всего что мужская вот такая вот здесь просто написано бен кромби лимфич с вышивкой и такую долларов за 19 наверное выставлю тоже пару недель назад я находила такой же фирмы тоже какая-то мужская такая простая голубая вам показывала она буквально у меня через пару дней продалась человек был очень доволен за 19 долларов не так далее следующая вещь это фирма nike размер латч это мужская вот такая вот футболка пола здесь у вас замочек она показалась не необычная это nike такой необычная лога nike и с с и с и что-то с футболом связано футбол калтио и также вот здесь вот снизу у вас есть логов из принципе просто на их написано но вот здесь вот nike и си и вот здесь тоже написано футбол даже одна русском написано nike футбол на всех языках мира в общем здесь у вас сбоку видите что я нашла то есть ее кто-то отдал в прачечную постирала и потом забыла выбросила и а тут пришла я подобрала и буду ее продавать не за сколько продавать я не знаю мне нужно смотреть за 25 точно я думаю вот такой вот платьишко нашла я думаю что она оверсайз я еще не успела ничего отпарить отгладить поэтому они немножко мяты размер написано 3 но также размер 3 это скорее всего что какой-то оверсайз фирма называется cotton waste в первый раз я нахожу такую фирму решила взять попробовать потому что хороший большой размер вот такой вот платьишко например на я думаю до колена такой простенькая женское платье может вообще блузка думаю платье на самом деле кажется блузка нет это платье скорее всего для блузки какая-то слишком большая а вот стопроцентный хлопок так вот если я одену она будет до колена то до колена если женщина побольше денег то я думаю чуть повыше колена будет точно не блузка точно платье далее мужская пола шорт от фирмы босс босс юга босс здесь у вас есть логово такая простая черная пола чёрт такой доллара за 25-35 я буду продавать размер экстралач нашла блузочку от фирмы лофт размер экстралач хороший размер решила взять попробовать такая простенькая блузочка ничего особенного так она выглядит долларов за 19-22 может быть очередная вещь от фирмы мэйдвилл размер смол простая такая футболочка смол но она будет оверсайз смол и когда я пришла домой и развешивала все я нашла что эта вещь оказывается новая с этикеткой супер просто долларов за 25 я буду продавать что за материал такой хороший качество у них очень хорошие качественные вещи у фирмы вот этой мэйдвилл 100% хлопок она размер смол но она возможно даже на латч на лист она оверсайз футболка такая получается мэйдвилл еще раз покажу вы заметили что я очень часто подбираю эту фирму потому что она мне очень нравится и она многим очень нравится поэтому я ее подбираю далее нашла close and stone от антрополочи размер смол такая вот без рукавов женская водочка с карманчиками это не дорого будет долларов за 20 наверное далее опять женская блузка фирма первый раз я ее вижу называется байлей 44 размер смол называется эта фирма я сделал свой поиск и эта фирма продается в нордсторме магазине где всякие у нас фирменные вещи продаются долларов там за сто примерно такие блузочки стоят так что я решила взять попробовать отпарим ее выставим посмотрим насколько я смогу ее продать потом вам все обязательно расскажу далее здесь у меня вот такой вот кардиган фирма называется the job такое тоже ни разу не подбирала я решила взять это размер смол очень приятный такой лавандовый цвет и она такая очень мягкая приятная очень на ощупь что за материал у нас это вискоза полистирона нейлон в общем намешали всякого всякого и получилась вот такая вот замечательная красивая кофточка женская нашла брюки от фирмы теория женские размер 4 4 это размер смол они состоят 50 процентов 6 6 и остальное еще какая-то там примесь в общем вот сколько у вас замочек классические брюки и снизу у вас есть вот такой небольшой разрез я их буду выставлять примерно долларов за 30-35 давайте я еще раз первым покажу в нем видели хорошая достаточно фирма дорогая такая фиоль нашла вязаные штаны вот такие вот они широкие вязаные штаны от фирмы экспресс и это размер так зацепилась у меня здесь этот размер смол но я не думаю что это размер смол такие брюки налезут на лач мне кажется точно они еще плюс длинны мне кажется они такие удобные мягкие мягкие посмотрите они вязаные реально как свитер сделан я думаю такие брюки продадутся у меня быстро и хорошо я хочу ее долларов за 25 выставить попробую так и здесь у меня есть такой вот там рампер наверное это называется получается потому что у вас здесь снизу получается брюки такой вот сделан карманы даже есть таким образом сзади если приглядеться здесь такой у нас как бы animal print я думаю да и эта фирма называется white house black market размер large такой я хочу выставить долларов за 20 за 25 здесь я вам показала все и теперь у меня еще есть огромный мешок где там у меня очень много всякие шорты и юбки и брюки давайте будем смотреть такие вот брюки от фирмы fresh pure produce со вчерашнего секонд-хэнда размер all large за 3 доллара я их покупала это не брюки это капри они укороченные я их хочу выставить долларов за 25 fresh produce вы видели у меня уже сегодня вещь такая была я вам показывала тоже сказать у нас вчерашнего магазина также вчера в этом магазине я нашла юбочку от фирмы lululemon это tennis skirt вот вы видите вы видите лога она в идеальном состоянии она как новая снизу у вас шорты и это размер 6 я вчера размер не могла найти в общем рассказываю историю из этого магазина я нашла значит у них там если вы помните разделение бутик бутик типа они считают там всякая все такое хорошее дорогое дорогие фирмы и простые вещи за 3 доллара нахожу одну юбку lululemon точно такой же только другого цвета в бутике за 14 долларов я ее отложила думаю возьму даже если я возьму за 14 смогу ее продать там долларов не знаю ну за 30 точно я смогу ее продать вот и дальше я уже иду в отдел за три доллара все и нахожу в отделе за три доллара точно такую же юбку другого цвета за 3 доллара и скажите, как вы устанавливаете цены? Мне нужно было подойти к ним и предъявить, почему вот это стоит 14, а это стоит 3. Но я не стала этого делать, потому что они не могли бы на меня еще наехать и сказать, тогда за все платить 14 за каждую. В общем, в конце концов, я взяла только одну, которая была за 3 доллара, и я планирую ее выставить примерно долларов за 35-40. Вот так вот. Эта вещь тоже из магазина вчерашнего, Департмент 222, за 3 доллара. Такая простая, хоть толком ничего особенного. Даже не знаю, зачем я ее взяла. Не думаю, что она даже продастся. Так, это Абин Кромбель Анфич, детский, 5-6 лет. Это сегодняшняя свалка-барахолка. Вот такой вот замечательный. Тоже три шортики снизу у нас. Это юбка от фирмы Ти Торид. Это свалки-барахолки. Размер один. Примерно получается экстралач, наверное. Такая простая юбка обтягивающая, женская. Долларов за 20, наверное, выставлю ее. Это не леггинсы. Я думаю, что это, наверное, больше как джаггерс получается. От фирмы Джим Шарки нашла сегодня на свалке. Это как бы, наверное, нет. Скорее всего, что это леггинсы. Леггинсы. А может быть, не леггинсы. Подождите. Сделаны как sweatpants, видите? С такой резинкой. В общем, леггинсы с резинкой. Здесь у вас написано Джим Шарк. Одна буква просто стерлась. И снизу лого от Джим Шарка. Какой размер, я без понятия. Потому что лого здесь кто-то отрезал. Но, на мой взгляд, это медиум размер. Поэтому выставим его как медиум. Далее джинсы со свалки барахолки. Я в первый раз решила подобрать такую фирму. Называется Joyce. Я раньше постоянно проходила мимо. Но я смотрела, что многие реселлеры поднимают, подбирают эту фирму. Потому что она, в принципе, не дешевая. И вот такие вот, это получается не как джинсы. Они укороченные капли, такие большого, хорошего размера. W31 Skinny Chelsy называется. Нет, они не укороченные. Немножко краб такие джинсы. В общем, такого хорошего, большого размера. И я их поэтому решила взять. Далее. Следующая вещь. Также со свалки барахолки. Вы видите, что им какой-то second hand, какой-то годвилл им завозит все-таки добро. Это вот такие вот брючки. Размер 28. Называется фирма Pilkro. Я здесь просто читаю. Pilkro это у нас Anthropology. Размер 28. Это женские. Это я думаю, что женские. Вот название фирмы. Pilkro. И здесь написано Fit Hapen. Hapen. Думаю, но это женские, скорее всего, женские. Так. Такие вот замечательные шортики. Это high waist женские шорты от фирмы Club Monaco. Размер 12. Подобрала я сегодня это на свалке барахолки. Вот такие приятного голубого цвета. High waist такие шортики. И у вас завязочка такие. Очень приятные они на ощупь. Долларов за 25. Я хочу их выставить. Сегодня я решила подобрать бюстгальтер женский. Вот здесь вот такой X. Фирма. Здесь написано везде Savage. Видите? Значит, фирма называется Savage X. Это размер этого бюстгальтера 40D. В общем, долларов за 20 я его буду пробовать продавать. Вот это нереально крутая вещь. Мне показалось вот такой вот body suit. Здесь у вас видите заклепочки снизу. Такой sexy schmacksy, как мы его называем. Такой body suit от фирмы Zara. И размер это у нас small. Zara small. Не знаю, мне очень показалось это. Body suit интересным. Я не знаю, поднес. Но это точно не для купания. Поднес. Я не знаю, что одевается поднес. Вообще-то не представляю. Наверное, вон тут черный бюстгальтер. Нужно поднес здесь. Так, нашла мужские брюки. Эта фирма называется Levi's. Я их решила взять, потому что мне понравился стиль. Называется Cargo Loose Straight Pants Levi's. Здесь прямые штаны. И по бокам у вас, видите, есть карманы Cargo Style. Также сзади у вас есть кармашки. И здесь написано лого. Не знаю, за сколько такие продаются. Но я думаю, дорого за 25. Точно я буду их планировать. Далее, следующее. Также мужские брюки Banana Republic Slim Fit 34 размер. Взяла я эти брюки, потому что мне понравилась расцветка. Такая расцветка очень популярная. Она достаточно хорошо продается. Поэтому я их решила взять. Также долларов за 20, за 25. Буду пытаться их продать. Это у нас очередная теория. Мужские брюки размер 12. Они, наверное, как леггинсы сделаны. Что я не знаю. 12. Черные такие. И те 12. А нет, те 4 были эти 12. Я показала, что они одного и того же размера. Но здесь уже вискоза. Это уже эластен. Но в любом случае хорошие такие качественные. Такие тоже долларов за 30, за 35 буду выставлять. Такие вот шорты. Высокий подъем у вас. Снег короткий и high-waisted. И фирма Zara. Размер large. Такие прочные, хорошие, качественные. Давайте посмотрим, что за материал. Материал, материал неизвестен. А вот известен. Хлопок. Хлопок. 99% и 1% эластана какого-то. В общем, такие вот женские шортики. И сзади у вас есть такие кармашки. Очень хорошие, качественные. Такие прям, бедно чувствуются. Так, моя любимая фирма. Polo Ralph Lauren. Вы знаете, что я люблю подбирать эту фирму. Особенно детская. Это детские брелки. Вот такие вот. Размер large на 14-16 лет. Сколько у вас есть кармашки на замочках. Такие брючки я буду выставлять долларов за 20, как минимум. 20-22. Возможно, в пределах примерно этих предел. Так, вот это у нас юбка. Я думаю, она, возможно, купальная юбка. Потому что там под низом у вас есть трусы. Трусы, которые похожи как... В общем, да, это купальная юбка женская. Получается купальник. Низ купальника, скажем так. От фирмы Torrid. Размер 3. 3 это примерно 3 extra large, я так понимаю. Такие вот купальная юбка. Юбка-бикини, в общем. Назовем это так. Дальше. Видите, заметили, что сегодня у меня не только топы. А в основном я нахожу топы. А сегодня мне прям повезло. Я нашла всякие брюки, шорты. Та же юбка вот там есть. Так, это у нас Curve Appeal. В первый раз так же я нахожу эту фирму. Такие вот женские замечательные джинсы. Минималист леггинсы они называются. Стиль 12 размер. Curve. И так же вот эта фирма продается в магазине Nordstorm. И тоже достаточно недешевая. Не нужно их постирать, потому что здесь несколько пятен. Но они отстираются, я знаю. И я их хочу выставить долларов за 25. Может быть и больше, кто знает. Так, это шортики у нас. Лен. Сто процентный, хороший, качественный лен. Фирма называется Rachel by Rachel Roy. И размер medium. Такие шортики я планирую выставлять долларов за 20-25. Так, и последняя вещь в моем пакете. Это юбочка размера 12-го от фирмы Banana Republic. Такая простая мини-юбка. Сзади у вас есть замочек. Спереди у вас в виде есть карманчик. А в карманчике есть потайной карманчик. И мы его открываем, а там находим 100 долларов. Нет, сегодня мы опять не нашли 100 долларов. Так, и что здесь за материал у нас? Пописано, давайте посмотрим. Называется Core Mini Skirt. Материал 98% катон и 2% спандикса. Вот так вот такие вот находочки у меня сегодня. И также я нашла два вот этих ящика. Я взяла их, которые под кожей сделаны. Они были абсолютно новые. Немножко там по трюпам и правда. Но ничего страшного. Один поменьше, другой побольше. За 6 долларов он мне отдал их в два ящика. Они остались в машине. Я их еще не принесла. Я их для себя взяла для того, чтобы организовать свое добро, скажем так. Потому что у меня есть вот эти всякие. Я вам говорила, допустим, скотч, ножницы, алкоголь, который я смываю. Какие-то губки, какие-то средства для обуви. У меня одно здесь, другое здесь, третье здесь. И потом ты начинаешь искать. Так, мне нужен скотч сейчас. Теперь мне нужны ножницы, чтобы отрезать берку. Теперь мне нужен paper towel и алкоголь, чтобы отмыть это. Понимаете? И я хочу, чтобы это все вместе у меня организовано было в одном ящике. Вот у тебя ящик, который ты используешь для своего ресейла. И вот у него пусть стоит в одном месте. Такие вот дела. Кстати, полку я так и не повесила еще. Потому что пока до этого руки не дошли, к сожалению. И еще одна вещь, которую я нашла. Сейчас я вам покажу ее быстренько. Еще одна вещь, которую я нашла. Это, конечно же, египетский папирос. Я вам показывала. Он был в такой золотой рамке. Но рамку я решила оставить. Думаю, зачем она мне нужна. Она мне не нравится. И я просто ее открыла. Я нашла ножницы там у свалки. Я открыла эту рамку. И вытащила папирос и засунула его в одежду. Он невесомый. Можно сказать, что он достался мне почему-то бесплатный. Не знаю. Мне почему-то нравятся такие вот папиросы. Вот это все, как они разукрашивают. Для меня это кажется очень красивым. Таким необычным. На такой бумаге. Куда-нибудь я его придумаю. Может быть, какую-нибудь рамку. Также куда-нибудь и повешу. Посмотрим. Только что. Тот ремень, что я смотрела, я решила оставить. Потому что там были какие-то пятна, царапины, которые бы не отмылись. Вот так вот. На сегодня все. Обзор находок с этих выходных. Пишите в комментариях, какая находка вам понравилась больше всего. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. И увидимся с вами уже в следующем видео. Пока-пока. Спасибо большое. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...